В Одессе 4 часа дня. Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии с вами Галина Выговская. Добрый день. Смерть на пешеходном переходе. На улице Заболотного в районе Крымского бульвара около 11 вечера грузовик сбил мужчину прямо на регулируемом переходе. От полученных травм пешеход скончался на месте. Подробности узнавал наш корреспондент. Грузовик МАН, двигаясь по улице Заболотного от Добровойского в сторону улицы Семена Полея, сбил пешехода. Удар был такой силы, что мужчина отбросила больше, чем на 10 метров. Несколько минут после столкновения он еще дышал. Сначала одна скорая проехала. Мы ее расстанавливали на среди дорог. Я лично бы так стояла, она меня объехала. Она объехала всех. Несмотря на то, что Крымский бульвар людный даже в вечернее время, большинство очевидцев самого столкновения не видели. Поэтому мнения, на какой же сигнал светофора мужчина пересекал проезжую часть, разделились. То, что я увидел никак, я не увидел инцидент. Я услышал хлопок, который удар был. Я находился приблизительно там, где он упал. Я только увидел тело, которое летит. Был один удар. Светофоров, я вам не скажу точно, как оно происходило. Все обстоятельства установит следствие. Стоит также отметить, что освещения на данном участке дороги нет. В Одесской области правоохранители остановили работу подпольного цеха по изготовлению продуктов питания и бытовой химии. Операцию проводили оперативники Управления защиты экономики. Цех находился недалеко от Одессы. Там изготовляли и разливали оливковое масло, фасовали кофе в зернах и стиральный порошок. И все под видом известных торговых марок. Во время обысков правоохранители изъяли более 40 тонн масла в бочках, 5 тонн расфасованной продукции, 65 мешков и более 1000 упаковок с кофе, а также 800 коробок стирального порошка. Товары продавали на рынках Одессы и области. В рамках спецоперации оперативники закупили масло и провели его экспертизу. Оказалось, что товар не соответствует стандартам и может навредить здоровью. Открыто уголовное производство по факту выпуска и реализации недоброкачественной продукции. Актеры и руководство Одесского украинского музыкально-драматического театра имени Василько присоединились к акции «Фрисенцов», которая проходит в масштабах всей страны. После спектакля «Семейные сцены» коллектив театра вышел на сцену с табличками в поддержку заключенного в России украинского режиссера. Если мы все вместе вместе, если мы, например, и обратить заявление на письмо, и вот этот заклик, эта треба «Фридом Сенцов», свободу Сенцову, рядуем Сенцова, потому что у него жизнь критическая, на критическом уровне, то это наша гидность, это наша совесть, это наша людяность. Мы должны это сделать, эту акцию. Считаю за честь принять участие в акции свободу Олегу Сенцову, потому что мне бы хотелось, чтобы он поскорее вернулся к маме и к детям, а не был бы игрушкой в чьих-то руках. Сотрудники патрульной полиции присоединились ко Всемирному дню донора, а детские копы издали свою кровь для отделения переливания крови областной детской клинической больницы. Подробности у Александра Катца. Во Всемирный день донора патрульные полицейские посетили отделение переливания крови от детской областной детской клинической больницы. Здесь копы, частые гости. Приходим подобным образом, как сегодня, а также уже есть те доноры, которым звонят, когда необходимо, и ребята приезжают, сдают кровь, чтобы помочь кому-то из деток. Помимо того, что единичные случаи, ребята приезжают, но где-то 2-3 месяца интервал, и мы приезжаем, то здесь 15 человек. Сдать кровь пришли и те, кто сегодня выходные, и те, кто только вернулся с ночного дежурства. Просто хочу помочь детям. Вот и все. Но и на другой цели нет. Меня никто не заставляет. Предложили, я пришел. Я уже второй раз кровь. Не знаю, детские болезни вообще очень страшные. Хотелось бы, чтобы все дети были здоровы и как-то на это повлиять. Всемирный день донора крови отмечают в честь тех, кто регулярно помогает станциям переливания. В Одессе такое явление набирает популярность, отмечают специалисты. Причем 80% донора – люди в возрасте от 25 до 36 лет с высшим или средним образованием, которые делятся ею добровольно. Александр Кац, Евгений Очменцев, Седьмой канал. Трудовая миграция в Украине как чума. По подсчетам экспертов профсоюзов, работников строительства и промышленности, только за 2017 год из нашей страны на работу за границу выехали почти 89 тысяч украинцев. Если считать, с 2011 года на заработки уехали более 5 миллионов человек. Процесс трудовой миграции вообще-то остановить невозможно, потому что люди всегда ждут, где могут заплатить больше и ждут эти места по всему миру. Болгария может показать показатель минимальной заработной платы 261 евро. Украина показывает среднюю заработную плату с показателями 200 евро. То есть, вы видите, 261 минимум в Болгарии, она полностью задовольняет, как говорят, наших работников. Камейнеры или работники из проекта очень затруднены в Польше, потому что их камейнеры и слюсеры, они переезжали уже в Немеччину. Отток кадров из Украины повлек за собой так называемый кадровый голод на отечественных предприятиях. Сейчас масса незакрытых вакансий именно по рабочим профессиям. Работодатели месяцами ищут даже строителей. Если у нас вакансий более 500, допустим, за 5 месяцев этого года, да, по строительным профессиям, то строителей немного более 200 пришло на учет Центра занятости за эти 5 месяцев. То есть, мы не можем как бы в полной мере удовлетворить потребность работодателя. И пока это вся информация. Больше новостей традиционно смотрите в следующем выпуске в 18.00. А дальше еще много интересного, потому не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин